Девчонки, всем привет! Сегодня вам хочу показать мой мейк. Так, умываюсь я сначала вот этой пенкой. Кора мне очень нравится. У меня уже осталась половиночка. Здесь 150 мл, она малорасходная. Ну и очень классно. Она с пантенолом, она хорошо ухаживает за кожей лица. Я возьму лосьон Holy Land Bold Care. Заказывала все на рандеву. Девчонки, не забывайте использовать мой промокод, дающий дополнительные 10%. Все ссылочки будут в описании. И вот так вот я наношу лосьон на лицо. Я не использую спонж, я экономно трачу. Так как я считаю, что на спонж просто будет продукт тратиться. Поэтому, так как это уходовое средство, то можно носить просто ручками. Или даже какой-то может спрей перелить. После лосьона, конечно, я возьму крем. Это новенький крем, который я купила. Это JJ крем дневной. Он под макияж. Я попозже немножко вам расскажу и поделюсь, насколько он мне нравится или не нравится. Все на русском языке. Инструкция. И такой тюбик 50 мл. Он заявлен, как не вызывает комедонов, прыщиков. Посмотрим, как будет в эксплуатации. Такая текстура приятная. Запах, честно скажу, в Холиленд запах гораздо приятнее. Здесь немножко напоминает советский какой-то крем с розой или что-то в таком духе. Похлопывающими движениями наношу на кожу. Видите, вот у меня тут прыщик образовался. Так, ватру. Посмотрим, как будет работать. Это вот из последних моих заказов из рандеву. Девчонки, там продолжается распродажа осенние. Скидки до 50%. Парфюмерию, смотрите. И косметику. То есть, это сайт не только парфюмерии, но и косметики в том числе. Опять же, повторюсь, не забывайте про мой промокод. И, значит, там же я приобрела себе вот такой вот тональный крем. Да, вот, кстати, хочу показать. Вот здесь вот была такая крышечка-заглушечка. Я ее сняла, да, перед видео. Так, ну что, у меня тон 2, нейтральный. Это L'Oreal тональный крем. Ссылочку тоже оставлю в описании. Очень хорошая текстура, уже им пользовалась. Наношу на спонж. Кстати, мне больше нравится наносить его руками, на самом деле. Видите, кажется, что он светлый, но он очень хорошо подстраивается по тону кожи. У меня немножко красноватое лицо, шея у меня светлее. У меня есть всякие пятнышки, купероз и чего только нет. А то уже 44 года, понимаете, да, уже ровно гладким лицо не будет. Так, вот так плотненько наношу, но в использовании поняла, что все-таки его лучше тоньше наносить, тоненьким-тоненьким слоем. Это значит, да, действительно лучше либо на влажный спонж. Но мне больше нравится пальчиками. Пальчиками он прям хорошо-хорошо ложится тоненьким слоем и в течение дня не стирается. Это я уже вот попробовала, а сейчас вам просто пытаюсь показать по-быстрому, чтобы... Потому что руки надо помыть после того, как пальчиками наносишь. Вот, и вот я нанесла на кожу. И беру консилер, тоже консилер Catrice. В оттенке у меня 0,15 мед, honey. Тоже заказывала на рандеву. Вообще пользуюсь этим консилером очень давно. Мне безумно нравится. Он такой стойкий. Видите, 12 часов. Оттеночки выбирайте под свой тип кожи. Здесь тон кожи. У меня оттенок такой мягкий, не совсем белесый. И мне это нравится. Он немножечко напоминает тональную основу. И, в принципе, очень-очень так это плотненько ложится. И при этом светлый, но не забеленный. То есть нет такого искусственного рисунка макияжа. Обязательно сбоку надо все на лбу. Короче, тональный крем очень классный. Еще раз. У меня два нейтральный тон. Загорелой кожи, конечно, не подойдет. Надо брать поярче. Вот такая крышечка хорошая. Не то, что вы фроши. Хотя бы он не течет. И не надо в пакетики его класть. Никуда не нужно. И вообще очень хорошие лореаль стали делать. Так, девчонки, я заказал арт-эко. Двое теней. Одни тени 524. И одни тени 527. Сейчас вам покажу их. 524 и 527. 527 мне понравилось больше. Еще у меня есть 528. 527 стали моим фаворитом. Я их больше люблю наносить на брови. И на тени. Потому что у меня брови. Обратите внимание. У меня перманент старый. И вот тут 528 вам показываю. А вот здесь вот для бровей. Вот такая вот тень. Вот 528 справа кирпич. А слева это второй тон. Это медиум. По-моему, для бровей. То есть там три варианта. Только арт-эко. И то, что для бровей мне не нравится. Он немножко серит. И такой какой-то грязный цвет дает. Вот поэтому 527 идеально подходит для бровей для блондинок. То есть такой цвет коричневатый. И мои серые засинюшные татуажные брови. Он хорошо убирает вот этот серый потон. Очень часто, кстати, в фирмах есть карандаши для бровей. А не серого цвета. И когда вы красите, создается такой эффект. Как будто вот как у меня брови. Вот как будто татуаж стирает. Не очень красиво. Поэтому для блондинок я рекомендую брать какую-то коричневую тень. А для брюнеток, для шатенок, для брюнеток, какую-нибудь такой темно-коричневую. А блондинкам практически рыжую даже. Потому что так лучше смотрится. У меня получается не очень светло. Потому что у меня уже на татуаж. Так, заказала я себе тушь. Пупа вамп. Девчонки, туши пупа мне очень нравятся. Они гипоаллергенные. Прямо от слова совсем. Так, вамп, да, вот видите. Так, будем смотреть. Кисточка силиконовая, извините, в виде бочоночка. Цвет у меня черный. И попробую нанести на глазки. Я извиняюсь, у нас тут ремонт и стройка. Поэтому если у вас какие-то излишние шумы, то я очень извиняюсь. Запах у нее нейтральный. Так, ну что. Вот этот вот Эпамп Экстрим, которая у меня старенькая тушь. Видите, вот такое вот, другой формы. Силиконовая щетка мне понравилась меньше. Вот эта вамп просто, да, вот эта вот, это просто бомба. Она так хорошо наносит тушь. Довольно густо. И благодаря вот этой форме бочоночка сужается кончиком. Она очень хорошо наносит на внутреннюю часть глаза. То есть на внутреннюю, которая ближе к носу. Видите, прям прокрашивает все реснички. И внутри, и снаружи. Вот там другая кисточка, она не подходит. Она больше пачкает. Поэтому в основном ей больше крашу серединку. И я не знаю почему. Может какая-то текстура туши другая. Она более густо ложится. У меня три реснички буквально коротких. И мне, конечно, нужно, чтобы у меня был объем. И эта тушь просто мега супер. Теперь это моя любимая тушь. Поперебирала пупы несколько тушей. То есть вот эту еще у меня такая водостойкая. Но водостойкая прям совсем плохо смывается. Хотя вот эти туши, они тоже очень стойкие. Но хорошо смываются. И вот эта самая любимая тушь. Ссылочку оставлю в описании. Все долго думала заказывать ее или нет. И я не ошиблась. Видите, вот эта вамп. Она самая классная из пупы. Все, мой фаворит. Написано all in one. Все в одном. То есть, да, действительно, это вот и как первый слой, второй, третий. И на все случаи жизни она такая черная-черная. Прямо густая и классная. Девочки, вот эти, помните, заказывала палочки. Мне спрашивали в комментариях, как вы чистите имя ушки. Вот я заказывала для этого. Вот здесь на кончике есть ваточка. Удобно убирать макияж. Тонкие линии. Но, видите, вот если мы берем для ушей, то вот такая палочка широкая, она, конечно, не подходит. Потому что она на ухо не поместится. И вот еще деревянные палочки у меня есть тоже. Они тоже толстые. Деревянные палочки, кстати, мне не нравятся. Они не гнутся. Это, знаете, когда вы макияж наносите, пытаетесь что-то стереть, очень неудобно. Она как бы трет. Вот очень приятно, когда палочка гнущаяся. То есть для макияжа подходит эластичная палочка. Лучше брать пластиковые. И вот такая вот, с тоненьким основанием. Вот прям совсем где-то тоненько-тоненько что-то подтереть. А как ушки чище. Вот я беру вот так вот ватный диск и немножко добавляю. Потому что, видите, там все-таки ватки мало. И буквально закручиваю. Вот так вот все. Видите, она тоненькая получилась. И длинная. Длиннее, чем зубочистка. Очень удобно. И наносите хлоргексидин и наслаждайтесь процессом. Для макияжа подходит тоже. Так что мне очень понравились эти палочки. Но вот сейчас я буду вытирать макияж вот такими вот пластиковыми палочками. Мне приятнее. Потому что они гнутся. И для снятия макияжа лишнего, где-то что-то запачкалось, пластиковые палочки лучше, чем деревянные. Да, видите, вот они прям очень пластичные, очень удобные. Не зашли мне деревянные, хотя у меня целый-целый набор большой. Так, ну что. Вот такие вот у меня реснички. Итак, опять беру 527-ю тень и буду ей красить глазки. Девчонки, вообще-то пользуетесь вообще косметикой какой-то? Напишите мне в комментариях. Именно декоративной косметикой. Чем пользуетесь, если пользуетесь? Как много краситесь? С возрастом я замечаю, что надо все меньше и меньше макияжа. Ну и тенденция сейчас вообще, в принципе, да, идет не к ярким макияжам, а больше дневным таким спокойным. Потому что уже когда вы видите где-то на улице как-то девушку с ярким мейком, ну это уже такой мови, да. Особенно, если это осень или зима. Если лето жаркое, да, то, конечно, любые макияжи подойдут. Вот так беру темный оттенок, тоже арт-деко. Все это у меня арт-деко, все заказывала на рандеву. И в уголках, в внешних уголках я делаю такую вот стрелочку. То есть сегодня у меня макияж довольно насыщенный. И видите, я сильно вывожу за верхнюю часть века на неподвижное веко. И светлый оттенок тоже растушевываю. А вот светленький. Я делала о себе блефаропластику, но все равно мне сделали, как бы скажем так, очень натуральненько. Из-за этого, конечно, эффект у меня не очень. И все равно приходится делать макияж для открытия глаз. Для новейшего века макияж, так назовем. Видите, вот такие вот уголки. И потом я пальчиком немножечко убираю излишки. Тени. Так, это карандаш Пупа. Черный, с растушевкой. С одной стороны резиночкой. И он так мягкий очень. Он очень хорошо наносит, подрисовывает стрелочки. У меня сделаны перманент стрелочки, но мне длину немножко добавить и цвета. Потому что под тенями весь цвет уже там подтерся. Можно это делать кисточкой, а можно, не кисточкой, а лайнером. Но иногда я все-таки подрисовываю просто карандашиком. И растушевываю. Сейчас не в моде прямой линии, хотя и в моде, да, если это лайнер, то да. Если это уже карандаш, то лучше его растушевать. Это как вот такие пигменты, как стрелки с растушевкой сейчас делают, чтобы такой вот натуральный вид имел. И внизу тоже немножко подвожу. Наверное, уже передоз. Но вот что-то я решила и снизу подвести. Это очень красиво, но это больше такой вечерний макияж. Хотя прекрасно и днем с ним ходят. Так, ну, вот так вот рисую свои узкие глазки. Так, и теперь у меня карандаш. Тоже заказывала. Ордеко тоже заказывала на рандеву. Waterproof 124 тонн, девчонки. Он самый универсальный. Он подходит вообще к любой помаде практически. Он такой розово-кирпичный. Он не будет бледным, и можно просто его нанести на губы, и все. А можно еще и помадкой добавить или каким-то блеском. Очень стойкий. И губы держатся целый день. Мне очень нравится. Как альтернатива по какому-то пигменту. И пупа, помадка, она такая, знаете, как бальзамчик. Она просто сверху делает мне блеск такой масляный, приятный. Этот верхний блеск сотрется со временем, а основа останется в течение дня. И вот, да, вот такой вот палочкой узкой я тут подтираю по краям губ помаду. Если мне нужно пошире, то я возьму уже палочку пластиковую. Пластиковую. Вы так делаете губами, как я делаю. Только помаду размазываю. Так. Ну что, еще один слой туши мне не помешает. И мне нравится, что не комкуется. Не комкуется, реснички не склеиваются. В общем, супер-пупер. Так, это Олин уже. Это спрей термозащитный. Я использую вот фен. Также Олин, сыворотка фруктовая. Мне она так понравилась. У меня такой обалденный запах. И после нее очень хорошо волосы расчесываются. Вот так вот наносится. Растираю в ладошках. И наношу на длину волос. На корни, конечно, не наношу, чтобы волосы сразу не стали жирными. И вот я уложила волосы. Сегодня парфюм дня у меня Олимпия Блоссом. Он такой приятный, он нежный. Очень такой душистый. Даже не душистый, а с красивым шлейфом на целый день. И обязательно еще наношу на горячую точку сзади шеи. Чтобы вкусно пахли волосы. И на ветру они прям вот действительно такой приятный запах имеют. Когда вы наносите парфюм сзади. На себя. И вот такой вот макияж получился. Такие глазки открыто выглядят. Яркие, но приятные. Я думаю, что можно и днем такой макияж. В принципе, не настолько он с переизбытком. Я вас целую. Встретимся завтра. Пока-пока.